Если функция f достаточно хорошая, там нет разрывов, на бесконечность ничего не уходит, на ноль в знаменателе мы не делим. И если задано значение радиус-вектора в какой-то момент времени, и значение его производной той скорости в какой-то момент времени, то вот такая задача всегда имеет единственное решение. Если у нас есть второй закон Ньютона и два начальных условия, то решение у этой задачи всегда единственное. Нет общего рецепта, как искать решение. Но решение только одно. Это означает, что с нами природа играет в честные игры. И если мы угадали решение, на этом можно успокоиться. И вот, надо сказать, в этом месте возникает интересная и забавная вещь, которая связана с очень хорошим математиком, которого очень любят физики. Лаплас. Оператор Лапласа – это вот то, что физики просто без чего жить не могут. Он посмотрел на все это и испугался. Вообще так бывает, когда естественники и математики лезут в философию. Пусть лучше философией занимаются философы. А вот когда математик или физик лезет в философию, обычно это плохо заканчивается. То же самое получилось и у Лапласа. Лаплас додумался вот до чего. Ну, понятно, что у нас будет не материальная точка, а система материальных точек, и поэтому будет не одно дифференциальное уравнение, а что? Гигантская система дифференциальных уравнений, сколько материальных точек в нашем мире. Дальше он сказал следующее. Сейчас положение у каждой точки нашего мира есть какое-то? Есть. Мы можем в принципе найти эти положения? Нет, никто их искать не будет на самом деле, это трудно. Но в принципе они есть? Есть. Ну, конечно, Лаплас говорил, Господь Бог мог бы их переписать. А скорости есть сейчас у всех материальных точек? Есть. А дальше по теореме единственности решения, если у нас есть гигантская система уравнений такого типа, с гигантским числом начальных условий, то решение этой системы однозначно. И это означает, что конфигурация нашего мира сегодня полностью однозначно определяет конфигурацию нашего мира послезавтра. И это означает, что наш мир полностью предопределен. Другое дело, что мы, конечно, не можем сосчитать все это. Лаплас говорил, что Бог может сосчитать. Мы скажем, можно в принципе построить суперкомпьютер, который проинтегрирует эту систему. Если вы возьмете не очень большую систему, но каких-нибудь тысячи частиц, то вам и современный компьютер по сегодняшнему положению сосчитает положение послезавтра. Ну, понятно, что сразу же появилось, вернее, оно было и раньше, но оно получило некоторое обоснование, учение, которое получило название детерминизма о предопределенности нашего мира. Ну, кстати, оно многим нравится, особенно тем, кто любит сохранять непопулярные политические режимы. А чем вам не нравится режим? А все виноваты конфигурации мира при динозаврах. Уже тогда все было предопределено. Ну, правда, почему-то в спорах с детерминистами никому не приходит в голову такая идея. Можно просто стукнуть детерминиста под глаз, и когда он будет возмущаться, сказать, а что ты возмущаешься-то, да? Все было предопределено. Нет, правда, вы скажете, вы говорите сейчас полную гересь, у меня есть свобода воли, я сейчас встану и уйду. Я захочу и уйду. А что ответит детерминист? Нет. Все дело в том, что ваше желание – это не более движение электронов в ваших нейронах. И вам не могло не захотеться уйти. Если бы мы аккуратно все посчитали, то мы могли бы сосчитать ваш поступок. В результате мы живем в полностью предопределенном мире. Но на самом деле это все плохо. Нет, философское учение нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить. В него можно только верить или не верить. Естественные науки не могут опровергать философские учения. Я не знаю, мы живем в определенном мире или в мире, где он не предопределен. Другое дело, что попытка доказательства с помощью законов Ньютона Лапласа была неправильной. Дело в том, что Лаплас сделал одну большую ошибку, которую часто делают и физики, в основном теоретики, экспериментаторы ее не любят делать. И математики. Он абсолютизировал наше знание. Он считал, что вот это истина в последней инстанции. А это не так. Вот если вспомнить прошлую лекцию, мы разделили всю физику на некоторую карту. Там было четыре области. Область массивных тел, которые почти стоят на месте. Это классическая физика. Область массивных тел, которые быстро двигаются, это релятивистская физика. Область легких тел, которые почти стоят на месте, квантовая механика. И область легких тел, которые быстро летают. А там мы ничего не знаем. Там нет на сегодняшний день хорошей теории Так вот, все, о чем мы сейчас говорим, живет только в этой области Когда у нас объекты, управляющие развитием, имеют малую скорость и большую массу Это я к тому, что если бы мы думали не электронами, а кирпичами массой 1 кг Наши мысли были бы предопределенными Только там есть законы Ньютона, и только там есть теорема о единственности решения Кстати говоря, я вот так говорю, на самом деле тут есть некая у меня личная дырка Я так и не знаю ответа на вопрос, я вам скажу какой вопрос, на который я не знаю ответ Ведь во времена Лапласа было модно считать, что наш мир бесконечный И тогда система уравнений дифференциальных должна быть не огромная, а бесконечная И знаете, сколько я не спрашивал математиков А как насчет теоремы единственности решения бесконечной системы с бесконечным числом начальных условий Мне как-то ни один из математиков ничего разумительного не сказал Не знаю Но вот поскольку мы с вами думаем электронами А они живут здесь, в квантовой механике А там пока известные законы устроены так, что можно считать только вероятность А никакого точного конфигурации на будущее сосчитать нельзя И это не значит, что ее нет на самом деле Может быть завтра квантовая механика поумнеет И найдет способ вычисления точного положения микрочастиц Но сегодня такого способа нет, и все работает вроде неплохо Во всяком случае нету серьезных вроде как экспериментов Которые говорят, что на самом деле там все предопределено Но сейчас мы склонны считать, что вот в этой области мир случайен Ну а поскольку именно эта область управляет нашими мыслями, а значит и поступками То весь наш макромир случайен Поэтому идя обратно, вы переходя дорогу, посмотрите направо-налево И от того, сделаете это вы или нет, что-то зависеть может на самом деле Независимо от того, что делали динозавры несколько миллионов лет тому назад Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок